Что вы знаете о космосе? «Хаббл» — канал, на котором вы найдёте множество разгадок о нашей Вселенной. Подписывайтесь, будьте одним из первых и в курсе нового, неизведанного. Подпишись! Что появилось раньше? Яйцо или курица? Над ответом на этот уже ставший риторическим вопрос, человечество бьётся не одно столетие. Мы попробуем немного приоткрыть завесу тайны и представить на суд своих поклонников основные изыскания, которые только существовали на Земле. КОСМО Вначале должна была появиться сама планета, которая образовалась около пяти миллиардов лет назад. Считается, что это произошло вследствие соединения всех возможных химических элементов, которые под влиянием гравитации собрались в огромный шар. Та Земля не была похожа на планету, к которой мы привыкли. Это был раскалённый объект, пылающий, извергающий клубы пара. Триллионы лет прошли прежде, чем он относительно остыл. Тогда водяной пар, который ранее из-за огромной температуры испарялся, превратился в непрекращающиеся ливни, нещадно поливающие древнюю Землю. Страшные грозы были постоянными спутниками нашей планеты. Вода стекала в лужи, постепенно формируя первородный океан, который гораздо позже трансформировался в Тетис, разделяющий древние континенты Гондвану и Лавразию. Много воды утекло как в буквальном, так и в переносном смысле, прежде чем первый луч Солнца коснулся измученной непрерывными дождями Земли. Каким же образом на мёртвой поверхности планеты возникла жизнь? Ортодоксальная наука считает, что метан, вода, аммиак и водород, накопившись в толще древнего океана, стали трансформироваться в органические вещества. Постепенно образовался так называемый первичный бульон. Вы спросите, а что послужило толчком к этим чудесным превращениям? Агрессивный ультрафиолет, экстремальная температура и разряды многочисленных молний, так утверждает опарин и его последователи. В этих условиях простейшие вещества претерпели определенные метаморфозы и стали аминокислотами, нуклеотидами, азотистыми основаниями и полипептидами. Это и были ингредиенты первичного бульона. Уже из него очень медленно сформировались первые живые организмы – прокариоты. Это анаэробные существа, не имеющие даже ядра, предшественники нынешних бактерий. Беда в одном – как не пытались ученые воссоздать условия для превращения неорганики в живую клетку, это пока никому не удалось. Есть еще несколько менее популярных теорий. Это панспермия – самозарождение и стационарная гипотеза. Суть панспермии, обозначенная ее автором Германом Рихтером, заключается в предположении, что жизнь была занесена из космоса. Это мнение в середине 19 века поддержал и шведский физик Сванте Август. Теория основывается на том факте, что многие бактерии и микроорганизмы крайне устойчивы к радиационному излучению, ультрафиолету, условиям вакуума и предельно низким температурам. Таким образом, группа ученых сочла возможным, что жизнь на древнюю Землю была занесена во время одной из метеоритных атак. Существует ответвление от основной теории, называемая управляемой панспермией. Имеется в виду, что некая высокоразвитая цивилизация, находящаяся на грани гибели, намеренно заселила Землю, чтобы потом ее колонизировать. В пользу этой гипотезы ее сторонники приводят два железных с их точки зрения аргумента. Универсальность ДНК и наличие молибдена в ферментативной функции. Последний крайне редок в Солнечной системе. А касаемо кода, то всем известно, что вариации отклонения от основной формулы ДНК, конечно, есть, но отличия их минимальны. Но необычная, неуправляемая панспермия доказаны не были. Поэтому остается только гадать. Что касается стационарной теории, то здесь все просто. Жизнь была всегда. Разнообразие видов данная теория объясняла тем же. Они существовали вечно, во всем известном многообразии. Действовать в рамках теории имеющиеся виды могут только двумя способами. Либо умереть, либо изменить численность популяций. Подобных взглядов придерживаются последователи буддизма и индуизма. Как бы то ни было, ни одна из гипотез не объясняет появление жизни изначально. Откуда она возникла? Как появились планеты? Звезды? Наконец, галактические скопления и сама необъятная Вселенная? Может быть, мы находимся в определенной матрице, где творим реальность сами? Пока ответы на эти и другие вопросы не найдены, канал Космо будет будить воображение и любопытство своих поклонников. Подписывайтесь, поддерживайте нас. И в познании родится истина. Субтитры создавал DimaTorzok